Компании Челябинска выяснили, чьи сотрудники самые умные. В южноуральской столице прошла корпоративная лига мозгобойни. Битву умов устроили промышленники, айтишники, телевизионщики. Какие задания пришлось выполнять участникам и кто попал в финал, знает Артур Ишпулатов. Постоянно хотят быть на виду и способны уничтожить даже Кинг-Конга. Если что-то пойдет не так. С кем сравнивают невесту? 32 команды, более 300 человек и всего минута, чтобы обдумать ответ. Полушепотом за каждым столом идут обсуждения, споры и догадки, чтобы не услышали команды соперники. Челябинские промышленники, айтишники, телевизионщики выясняют, чьи сотрудники умнее. Корпоративная лига мозгобойни проходит во второй раз. Это интеллектуальная игра. В ней 7 туров, в каждом по 7 вопросов. Сначала игроки обсуждают варианты ответов, а затем за 100 секунд их нужно записать в бланк. Последний и решающий блиц-тур. В нем можно либо удвоить баллы, либо потерять их. 50 секунд на запись ответов на ваше обсуждение, а потом нужно оперативно сдавать бланки. Задача организаторов – как можно быстрее собрать бланки, проверить их и посчитать баллы. А в перерывах между турами – оглашение промежуточных итогов. В корпоративной игре участвуют и сотрудники медиахолдинга ОТВ, редактор программы «Происшествия» Елизавета Болдырева. Между сводками криминальной хроники любят решать интеллектуальные задачи. Когда в команде обсуждаем вместе все ответы, иногда бывает очень сложно услышать кого-то на другом конце стола. И возможно, что он говорит правильный ответ, ты, например, говоришь неправильный, и потом вы все дружно сокрушаетесь, и он тебе кричит «Я же говорил!» А ты такой, ну, я не слышал, я уже записал свое. История, музыка, живопись, быть подкованным во всем не обязательно. Помогут логика и смекалка. Мозгобони есть в 236 городах 16 стран мира. Челябинск и Екатеринбург – одни из первых городов, в которых появилась корпоративная лига. Ко второму сезону подобные игры стали проводить в Ташкенте, Минске, Омске, Алматы, Перми и Воронеже. Это уникальная возможность привести корпоратив со своей компанией в новой неформальной обстановке. То есть это соревнования среди предприятий города, организаций. Сплотить коллектив, поучаствовать, показать себя. В финал корпоративной лиги по итоги отборочных туров попали 37 самых умных команд. Среди них и сборная ОТВ, решающая битва умов, пройдет 8 ноября. Артур Ишпулатов, Антон Щербинин, ОТВ.